всем доброе утро это третий наш ходовой день вода на огне уже закипела кастрик разведен завтракаем мы таким напитком как кофе с какао собираемся потом завтракаем и выходим как видите еще темно солнце не встало сейчас пол девятого так вот мы обычно и встаем вот такая там огромнейшая луна си вам видно дубак мороз алтай идем к подножию белухи на завтрак у нас сегодня каша гречневая с говядиной с грибами от спонсора этого похода фирмы с нетки еда на дорожку сейчас пока каково кофе вернее с каком как ты с полознику поле отлично что вылазить не хотелось вылазить ну да власть всегда не хочется такую морозное утро ладно короче завтраком собираемся выходе дошли мы друзья до кемпинга возле реки текелюшка тут такой навес костровище и сейчас нам вдоль реки вон туда где где рассвет где солнышко бля тропить тяжело вообще невозможно устаешь пипец ну радует то что нам всего лишь три километра сегодня и набор 600 метров или 800 пом 600 и все не помню ну короче наборы три километра поэтому если бог даст сделаем сегодня полудневку трехи отдохнем пообедаем поужинаем у нас есть еда на дневку так что все классно наскальные надписи может кто себе узнает магнитогорск такие ребята держинск владибир сабинка короче калуга вот такие дела ладно сейчас попьем водички тепленькой чайку да пойдем дальше блин солнышко хотелось бы чтобы уже было на склоне она пока только тут а пока доберется туда неизвестно зима холода ладно пьем чай дойдем дальше ну вот ребята начинается такой вот пипец все достаточно жестко достаточно крутой склон солнце нету вот так вот мы шли 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 и короче решили одеть кошки потому что без кошек становится что-то страшновато сейчас оденем передохнем пять минут да пойдем дальше да нам главное тут прижим преодолеть дальше по карте должно быть полога но все относительно так что такие пироги нам до кедровых стоянок 2 200 так что вроде бы немного но идется очень медленно ладно одеваем кошки идем дальше тяжко ну вот друзья там где нормальные люди летом не ходят мы решили зимой пройтись ну одели кошки брутальности 100 баллов дядя коль он свое одевает сейчас посмотрим как пойдется ну солнышко уже где-то там сейчас думаю может и выйдем на него хотя тут такая низина по которой этот тикелюшка вот эта река тикелюшка ребята вдоль нее мы поднимаемся можете потом посмотреть по карте какой-то пиздец а еще зима холодрыга ладно так надо запаковать рюкзар до яйца о кошки-кот а а а а Продолжение следует... Вот такой вот пиздец, ребята. Тропить приходится не по-детски. Снега по пояс примерно. Но вот там, где две ёлочки, будет уже плата, полочка. 300 метров до неё. А мы вот так вот по склону. Да, тяжело пипец. Внизу вот кучерла течёт. Вот такие вот обрывистывания берега. А нам, да, вот к этим двум ёлочку. Между этими двумя кустиками. Тяжко пипец. Ну, идём, что делать. О, моя нога. Ещё полметра снега. Вот так ли. Музыка. Продолжение следует... 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 Ну что, друзья, сказать, что это жопа... Или каким-нибудь другим матным словом... Все равно это ничего не передаст... Снега по колено... Проваливаешься по пояс, иногда по грудь... короче за три часа пройдено 770 метров набрано 140 нам еще до кедровых стоянок получается 800 метров и набрать 180 метров час 2 часа дня как раз три часа так что то на то в принципе выходит но тут уже последние там метров 100 было полегче меньше снега идем выше зоны леса пришли тут на промежуточный пикник сейчас большой кружки чая отдохнем пять минут и пойдем там на склонах он солнышко везде виднеется ну там вот тут дядя колей решили почилить чуток короче да маршрут который летом занимает скажем так три дня но вот здесь кучерла перевал и по окему мы уже идем 4 5 день потому что зима потому что тяжело но я вам говорю ребят да словами вот это вот все не описать снега по колено это просто просто трэш ладно пьем чай дойдем дальше а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, друзья, мы пришли на лагерь кедровой стоянки. Нет, я тут со зрителями общаюсь. Уже тут носки ходовые сохнут. Распален кастрик. Только что закипела вода. Запарили мы домашние сублиматы с дядей Колей. Сейчас будем кушать. Здесь у нас, как у выживальщиков, греется сало на камне. Сделал я такую импровизированную печку. Поесть тепленького. Вырыбили вот так вот в снегу площадку. Вот там я сижу. Дядя Коля, вот тут все сушино, все сухостой. Немножко дров. Прямо тут на тропе поставили палатку. Достали спальники. Короче, как-то так. Сейчас будем кушать. Потому что завтра нам предстоит тяжелый день. А именно подъем на перевал. Каратюрек, да, дядя Коля? Заряжаем гаджеты, отдыхаем. Я сейчас возьму свои гаджеты, чтобы зарядить. Дубак пипец. Ночью сегодня обещали 24 градуса. Днем было примерно градусов 12. Но как идешь, так оно и не чувствуется. Вот тут я сижу. Тут кастрик, тут сучья. Пуцало. Да, подъем был тяжкий. Два дня шли, подымались. Получается по 2 километра в день. Пока дошли до этих стоянок. Но зато с дровами ночь переживем. Это все хорошо. Ну, по снегу, по пол, по пол. Блин. Мысли ебутся. Снега по пояс идти очень тяжело. Сначала я тропил, потом Коля тропил. Сейчас еще туда выше надо будет тропить. Мы сделали вывод, что на перевале снега немного должно быть. И он должен быть сферным. Потому что там постоянно солнышко. Но в любом случае будем посмотреть. Так что как-то так. Ладно, греемся, ужинаем. И отдыхаем. Холодно. Но возле костра тепло. Вот так вот, друзья, с утра выглядит палатка. Да? Такое. Приходится каждое утро, когда ее собираешь, залазить и вот так вот перчаткой сбивать ими. Иначе будет жопа. И еще миф по поводу температуры. Выходил я в 2 часа ночи. Температура в палатке была на 1 градус ниже. Нежели температура за бортом. Понятно. Так что если вы думаете, что вот эта вот тряпочка вас как-то может согреть, вы ошибаетесь. Ну а пока да, чищу палатку, чтобы собрать ее. Вот столько иния намораживается. Скажи, Коля, доброе утро. Доброе утро. Вот так вот начинается наш трудовой рабочий день. Костер. Греем воду на костре. Коля отогревает ботинки, чтобы залезть. Я делаю нам завтрак. Солянка от снедок. Хочу сказать, что очень неудобная упаковка. Приходится ножом вот здесь вот дербанить, чтобы открыть. Потому что то, что тут даже есть вот эти вот штучки пооткрываться на морозе, нифига они не открываются. Короче, все плохо. Уже почти расцветает. Сегодня нам будет штурм горы. Короче, куда-то туда. Банки для запаривания. Сабулематы с нитки. Нам приятного аппетита. и сил перед восхождением. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Солнышко встает, друзья. Смотрите. Ой, скоро будет бомба. Сейчас пока темно, холодно. А нам, ребята, вот по этому хребту, вот так вот, по хребту, по хребту, за него, и вон там немножко будет виден наш перевал, перевал Коротюрек. Да, в тени стоишь холодно, но там уже тепло, там уже хорошо. Вот такая тут у нас солина. Вот такая вот 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 у нас солина. Вот он, друзья, перевальчик наш, склонный перевал. Летом я бы уже там был. Соннышко, фирм хороший, идется легко. Но с большего хоть какая-то скорость появилась. После позавчерашнего. Вон оттуда мы пришли, вон наши следочки. Красотень, погода шепчет. Сейчас нам вот так вот обойти и по задней стороне гребня, подняться, подняться и туда. Вон оттуда нам, друзья, где маленькая березка, видите? Трек идет по над горой и вправо, мы решили немножко срезать и по прямой пойти. Я думаю, так будет полегче. Здесь так местами фирм, так где-то по щиколотку снега. Вот так вот траверсом идем, слева направо, слева направо, видно вам? Вон. Право-лево, право-лево, иначе никак. Ну, виды, солнышко, все, короче, зэксен бэксен. Ладно. Надо идти вперед. Ну, вот мальчики и девочки. Возле той сусенки я снимал виды, показывал вам, как все чудесно, все прекрасно. А сейчас пришлось одеть кошки, потому что поймали доску под снегом. Идти вообще невозможно, вот. Буквально тут десять метров. Таких пять метров поднялись и все. Поэтому пришлось одевать кошки. Да, в этом походе без кошек нам было бы пипец. трек идет, получается, вот так вот. Обходит, поднимается и там соединяется. Так что красотень, загорай, не хочу. Сейчас бы шашлычок по пси-колу. Да. Ладно, идем далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Фу, тяжкий пипец. Тропа, вон видите, внизу идет. Почему мы идем вон траверсом? Вот так вот идем. Поднялся ветер, идет поземка. Короче, холодно, ужасно. Все. Встречаем уже на лагере. Еле идешь. Еле идешь. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Что, друзья, мы поставили палатку, греется вода на чай. Запарили мы сублиматы. Ой, короче, такая ситуация. Завтра с утра все покажу, сейчас немножко расскажу. Ночуем мы на перевале. Перед перевалом, короче. Какая, Коля, высота? 2,920. 2,920 высота у нас. Дядя Коля вырыл нам снежный гроб, большую снежную яму, и мы, короче, в ней спрятались. Ну, с утра увидите все. Начался очень сильный ветер. Пурга с мелким, ну, таким, да, как это, сыпь? Снежная сыпь. Ну, короче, пурга, да, обыкновенная пурга началась. Господи. Мы тут пока застановались. На улице минус 18. Ну, не знаю, может быть, заснем, не заснем. У меня спальник на лимите 20. Дядя Коля-то получше спальничек. Так что, короче, будем кушать. А с утра я вам все расскажу, все покажу, как мы обустроились, и расскажу, как мы пережили эту ночку. До перевала, получается, там почти километр. И 200 набора. Ну, я думаю, за завтра уже придем в лагерь высотник, либо в МЧС, либо на метеостанцию, и там будем отогреваться, сделаем дневку. Тяжелый был день, ходовой. Короче, кушаем, да ложимся спать. Уже зарядил? Почти. Вот так вот сидим, пургуем. Ждем кусочек воды, сейчас должен закипеть на горелочке. А так там пурга такая, ух-у-гох! Мы тут с дядей Колей переживаем, чтобы вообще палатку не сложило. Не засыпало. Ну, засыпет, мне кажется, по-любому засыпет, но... как будто местами такие порывы, чтобы прям... реально... Выйди, яму покажи. Яму, блядь. Не, яму с утра покажу. Отдыхаем, короче. Ждем, пока кипяточек закипятится, чтобы уже попить чайку и долечь спать. Ладно, короче, с утра все расскажу, покажу, где мы встали, что копали. Замело у нас, не замело. Все, все. Такой не меч. Такой не меч. Такой не меч. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, кошки надеты Пусаки собраны Вот с такой ямой ночевали Сейчас там вон туда, где светит солнышко Субтитры сделал DimaTorzok Вот с такой ямой ночевали Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! Добрый день! Геневал! Добрый день! Добрый день! Все, по скорости, да! Вон, друзья, Белуха! облаках видите нам же получается вот траверсом потому потому хребту и туда туда вниз а вон весна но наверное не видовала кемский ледник и вот сама акемское озеро мы будем спускаться ниже я вам еще покажу погода просто супер ладно прощаемся с горами идем вниз тяжело нам дался перевальчик какая мощь и вот летом этого всего не передать потому что вот все вот эти складочки заснеженные которые дают этот рельеф видны только зимой господа только зимой и вот такая махина перед тобой стоит ну а мы спустились вон оттуда да вот они горы зимние горы обалдеть главным тем дальше нам куда-то он туда надо туда вот так вот вот так вот так вот так вот вот так вот вот так вот и вот так вот и короче мы спустились почти три дня подымались на гору на перевал и получается за пять часов спустились представляете нам остался буквально километрик там 1200 до метеостанции до тяжко было три дня подымались но так удачно спустились везде хороший наст сейчас вышли прямо на тропу в набитую тут кто-то прям с палками ходил мне кажется такая вот тропочка и уже идем домой ну как дому будем рассчитывать на гостеприимство местных жителей не знаю пусть тут нет было бы конечно неплохо отогреться в печке у печки ладно идем вниз идти уже легко кошки сняли идем по тропе там внизу озеро окем но не видно уже его немножко уже зона леса так что можно не переживать холодной ночевки может уже не быть а вот этот исполин такая мощина да супер вот друзья добрались в доме эти станции вот это типа головной домик а мы живем в домике который он где дима струбы идет короче ночлежка стоит полторы тысячи мы типа договорились на 500 рублей переночевать дали нам дрова здесь находится прорубь с водой сейчас я буду набирать дедиколе уже набрал пошел да будем короче чилить баранка есть до самой кучерлы деревне кучерла мы пришли вон оттуда ребята вон где этот пупырь видите ну так вот шли 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 и пришли вот так вот травер сам седой здорово сейчас короче покажу как мы там обустроились в виде конечно обалденные самые красивые горы это зима вот дружок наш который самый такой красивенький она набираю воды дойду готовить кушать дяди ну что господа вот так вот мы обустроились в домике вот такой наш домик здесь усят наши носки и спальники спальники дяди колиной палатки здесь наш стол тушеночка смотрите какая вкусненькая зяс мы будем кушать рис с дневки печка жарит ну короче нифига не греет вернее закипятить на нее воду это одна проблема рис варили на на джетбойле на моем еще у нас есть сальцо сейчас пожарим здесь получается тут две нары и получается с этой части тут вверху внизу нары и тут получается вверху и внизу нары но постели на только получается нижние все нижние ярусы надписи химки сели на аккеме то на карате реки не бывал алтай не видал так что ребята мы видали алтай со всех сторон ладно греемся сушимся до деревни кучерлы до деревни кучерлы на обратный путь нам остается 37 километров один маленький перевальчик как он там я забыл называется не помню ну там набор вообще 300 метров я думаю моего как семечки пройдем и фишка в том что женщина надежда которая заведует этой метеостанции сказала что есть буранка хорошая буранка но один мостик немножко сломан говорит сегодня ну завтра послезавтра должны сделать нам как бы это не критично но по буранке идти вообще я думаю великолепно будет я думаю за два дня дойдем сходим еще тут в пару радиалочек и закончим свой маршрут а сегодня кушаем сохнем чилим отдыхаем пришли мы сюда наверное в часов пять пока наладили быт пока дров накололи главное что здесь сухо и тепло и нету пурги все будем кушать отдыхать будет что интересное выйду тогда на связь друзья покупая снаряжение у моих партнеров по промокоду варчун вы тем самым поддерживаете меня и посему хочу сказать еще спасибо непосредственно моим партнерам и тем людям которые поддержали меня в походе